Берите с собой любимый шоколад, либо какие-то любимые конфеты, это могут быть взлетные конфеты, и вы можете их держать во рту, постепенно рассасывать, либо грызть, и это будет тоже придавать вам какую-то уверенность в происходящем, и говорите, все в порядке, это мой любимый запах, здесь тепло и приятно, и я ощущаю себя как дом. И состояние становится вообще невыносимым, и что же в этом случае делать? Давайте с вами разбираться. Я рекомендую окружить себя знакомыми и приятными вещами. Это может быть не только музыкальное произведение, это может быть какая-то медитация, знакомый голос, либо настройка, либо те настройки, которые я специально индивидуально записываю для моих клиентов. Всем привет, дорогие друзья, и с вами я, ваш психолог Эльвира Емельянчикова. И сегодня я продолжаю цикл своих видео о том, как же справляться с паническими атаками. И сегодня я вам расскажу новую интересную методику, которой пользуются очень многие мои клиенты. Ни для кого не секрет, что панические атаки подстерегают нас повсюду. И очень часто это состояние вдруг неожиданно включается в самолете, где наша жизнь и так как будто бы подвергается опасности. Это состояние усиливается, страх панических атак накладывается на страх полета, и состояние становится вообще невыносимым. И что же в этом случае делать? Давайте с вами разбираться. Прежде всего я рекомендую тем, кто собирается в полет и боится, что паническая атака застигнет его в самолете, я рекомендую окружить себя знакомыми и приятными вещами. Как ни странно, начнем с первого. Это детские раскраски. Берите с собой в самолет какую-то раскраску, берите карандаши, либо фломастеры на тот случай, когда вы будете уже в полете, вы можете спокойно ее достать и что-то красивое нарисовать. Пускай вас не смущают взгляды окружающих, сейчас очень многие занимаются нейрографикой, очень многие занимаются арт-терапией. Это модное сейчас направление, я думаю, никого не удивит, если вы достанете фломастеры, либо карандаши и что-то начнете рисовать. Итак, рисование это был пункт первый. Пункт второй это, конечно же, ваша любимая музыка, которая может быть на вашем смартфоне, и вы спокойно достаете наушники и начинаете слушать успокаивающую вас музыку. Это может быть не только музыкальное произведение, это может быть какая-то медитация, знакомый голос, либо настройка, либо те настройки, которые я специально индивидуально записываю для моих клиентов. Это все будет влиять очень благотворно на вашу психику. Вы будете успокаиваться, слышать что-то знакомое и приятное, и в этот момент полностью расслабляться. Также я рекомендую иметь с собой ваш любимый запах. Вы можете нанести его на запястье, либо вы можете нанести его на носовой платок, запах любимого одеколона, либо любимых духов, либо какого-то спре, либо это у вас домашний какой-то элитный аромат для дома, и вы наслаждаетесь им. Иногда вы достаете, нюхаете и говорите, что все в порядке, это мой любимый запах, здесь тепло и приятно, и я ощущаю себя как дома. Это тоже будет способствовать вашему успокоению и расслаблению. После того, как вы удовлетворили свое обоняние, вы можете перейти к вкусовым ощущениям. Берите с собой любимый шоколад, либо какие-то любимые конфеты, это могут быть взлетные конфеты, и вы можете их держать во рту, постепенно рассасывать, либо грызть, и это будет тоже придавать вам какую-то уверенность в происходящем, что сейчас все под контролем, вы спокойны, у вас все хорошо, и с вами те любимые предметы, те ароматы, те вкусовые ощущения, те визуальные ощущения, к которым вы привыкли, и которые вас успокаивают. Ну и, конечно же, это ваше дыхание. Постарайтесь дышать спокойно, делайте глубокий вдох и такой же спокойный выдох. Если вы уже сделаете три таких вдоха и три таких выдоха, достаточно глубоких и продолжительных, ваше состояние будет приходить в норму, ваша психика будет успокаиваться, вы будете расслаблены, и я надеюсь, что в этот момент вы не будете думать о панической атаке, вы будете думать только о своем дыхании. Научитесь концентрироваться на своем дыхании, как будто бы вы вдыхаете что-то новое и выдыхаете что-то старое, отжившее. Так и говорите. Вдыхаю что-то позитивное и новое, выдыхаю что-то старое и отжившее и ненужное. И таким образом вы будете концентрироваться на своем дыхании и, конечно же, успокаиваться. Желаю вам научиться позитиву, научиться позитивным настройкам, научиться каждый день говорить самому себе, либо самой себе, что вы справитесь, вы сильные, и все, что происходит в вашей жизни, вы можете контролировать. А все то, что вы не можете контролировать, все то, с чем вы еще не справились, несите на консультации, приносите это на психотерапию. И опытные специалисты помогут вам преодолеть, справиться и пережить те моменты, которые еще существуют где-то глубоко у вас, в подсознании, либо в ваших каких-то страхах. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Спасибо за то, что смотрите нас, за то, что проявляете свою активность. С вами была я, ваш психолог Эльвира Емельянчикова. И до новых встреч, друзья. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok